Сегодняшний эфир я назвал красавица и чудовище и неспроста из интервью нашего сегодняшнего гостя, вы поймете почему. Кстати говоря, за 9 лет это впервые, когда у нас в гостях достаточно симпатичный гость и я вас с ней сейчас познакомлю. Это Виктория Маркевич, медицинская сестра, анестезиолог, которая посчитала своим долгом во время войны в Арцахе в 2020 году поехать и помочь раненым в качестве волонтера. Виктория, добрый вечер. Здравствуйте, Вадим. Да, мы с вами виделись в Ереване в 2020 году и вот спустя два года снова визави. Виктория, ну давайте вот что мы сделаем в начале. Сначала познакомлю я вас с нашими зрителями, а потом перейдем к той самой теме, о которой я уже говорил. Как вы вообще оказались в Армении и почему вдруг вам ни с того ни с сего пришло в голову поехать в Арцах на помощь раненым в 2020 году? Моя душа переживалась, сидя здесь. У меня профессия, которая помогает людям, помогает им выжить, обезболить их во время операций и любых других манипуляций. И поэтому я просто не могу бессердечно реагировать на это все. Во-первых. Во-вторых, Армения для меня это не последняя часть моей жизни вообще. Это уже на протяжении многих долгих лет я связана с Арменией. Почему? Я не могу это объяснить. Просто это так взяло и случилось. По воле Бога, может быть. Вот. И когда я узнала, что в Армении война, я следила за новостями. Мне было очень больно за этим всем следить. Мы собирались в городе, в центре, помогали с милитарной помощью. Я сама лично привозила очень много всего из больницы. И мы это все отправляли. После чего я пыталась как-то найти какую-то информацию о том, как я бы могла поехать туда. Потому что это не все так просто. Особенно, когда работаешь на государственной работе в больнице, могут меня отпустить или еще что-то. Ну, это вопрос уже второстепенный. Мне надо было найти, как я могу туда попасть. В Армению, в смысле? Да. И в один прекрасный день я увидела на сайте молодежной армянской организации Норсерунд. У них анкета на добровольцев, кто хочет, волонтеры, поехать. Это в каком городе? В Санкт-Петербург. Я не задумываясь нажала, заполнила. Там же на работе я была в этот момент. Я быстренько все это заполнила. Я даже маме не сказала, никому не сказала. Я уже потом по факту приехала. Я говорю, мам, есть вариант, что я уеду в Армению. Естественно, для мамы шок. Какая Армения? Она знает всю мою любовь к Армению. Она ничего против не имеет. И она тоже положительно относится к этой стране. Но эта война, это не просто так. Это твой единственный ребенок уедет на военные действия, на границу, помогать. Это очень опасно. Но в итоге у нее выбора просто не было. Я бы все равно уехала. И я ее как-то подуспокоила. Мне очень долго отвечали на эту анкету. Я ее отправила, и я еще недели три ждала просто тупо ответа. Я потеряла очень много времени, на самом деле. Могла намного раньше приехать. Виктория, а где вы там работали? Именно в Ереване с ранеными? Сначала мы приехали в Ереван. Меня встретил доктор. Он тоже из Санкт-Петербурга. Апрессиан Артур Юрьевич. Он работает заведующим, насколько я помню. Заведующим микрохирургии, если я не ошибаюсь. Или он, нет, сосудистый. Он меня встретил. Он мне купил сим-карту. Все рассказал, показал, что к чему. И на следующий день меня забрали на машине. Еще с одним доктором. Нас отвезли в Горис. И вот там, получается, со Степана Керта, с Капана привозили в Горис раненых. Там по дороге. И мы работали в медицинском центре в Горис. А потом уже все закончилось. Мы уехали в Ереван. И уже в Ереване я там походила по некоторым клиникам. Но там уже не было такого потока. Ну, судя по всему, вашими больными были достаточно тяжелобольные, да? Вашими пациентами, извините за тавтологию. Да, я работала в операционной и в реанимации. И в Армении у нас привозили раненых сразу на операционный стол. И мы там уже давали наркоз. И в реанимации потом дежурили ночью. Следили за ними. Были тяжелые ребята. Там осколочные ранения в голову, в мозг, да? Когда человек в коме лежит. Ну, как бы ты ничего не узнаешь. Что, как. Ранения в ногу, в легкие были. Одному мужчине ампутировали ногу. Потому что там вообще разрывочное было. Ну, это ужас. Угу. Мне, когда говорят про ранение в голову, я все время думаю об этих китайских касках. Которые были, говорят, сильно низкопробными. Я. И в этих китайских касках ребятам пришлось воевать. Ну, оснащение вообще военное, по-моему, было очень слабое у страны. Очень жалко, что так. Угу. Виктория, скажите, сколько вы там пробыли с ранеными? С ранеными я, наверное, неделю пробыла. Потом мы уехали в Ереван. Это в Кафани недели, да? В Горисе. А, в Горисе вернее, да. Да. И потом уже я находилась в Армении непосредственно. Ну, в Ереване. В Ереване, да. Ну, вы впервые были в Армении или до этого тоже ездили? Нет, до этого я очень много раз ездила. А что там вас привлекало? Земля. Ну, просто в Армении нет Средиземного моря, куда обычно любят ездить, да? Ну, я, мамка пыталась вырвать в Армении. Она говорит, я хочу на море. Я говорю, там есть озеро Сиба. Оно намного лучше, чем твое море. Что ты хочешь? Мне нужно море, солнце, пляж, я говорю. Не знаю, и ты, когда приезжаешь, даже с закрытыми глазами ты можешь выйти из самолета и понять по запаху, что ты находишься в Ереванском аэропорту. Это не какой-то противный запах, нет. Просто у Армении есть свой собственный запах. Это я для себя выяснила. У меня такие отношения с этой страной. Я люблю все, каждую вот крошечку земли, пожалуйста. Воду эту потрясающе вкусную. Да, вода это действительно, это достояние Армении. Если бы за воду давали бы столько денег, сколько дают за нефть, я думаю, Армения была бы сейчас богатейшей страной. Это точно. А скажи, в каком возрасте впервые ты выверни их? Давай хотя на ты, да? Мы все-таки до этого договаривались. Мы сейчас просто рисуемся перед нашими зрителями, перешли на вы. Когда ты впервые оказалась в Армении? В 2018 году. А все эти мои увлечения армянские начались в 2012 году. В 2012? Ну да. Получается, что так. Это в 10 классе. Я попала в санаторий, я лежала, у меня с коленями проблемы были. И там была девочка, ее зовут Анита Девасян. Аня, если ты сейчас это смотришь, пожалуйста, напиши мне, потому что все контакты потеряны, а я очень хотела бы связаться. Я думаю, она это точно смотрит. Если не она, то ее родители 100%. Я надеюсь. И я у нее спросила, кто она по национальности. Я тогда впервые узнала, что, оказывается, есть еще армяне. Здравствуйте. И потом я ее попросила написать несколько слов, как будет на армянском что-то, как дела, привет, туда-сюда. Она мне это все написала в блокнотик. Этот блокнотик до сих пор сохранен, лежит у меня. После чего я приехала домой и уже начала самостоятельно изучать Армению, язык и прочее. Вика, а скажи, ну, это понятно, что приехала, посмотрела, понравилось, все красиво, уехала. Это всегда шикарно, когда мирная жизнь, да? А вот на войну не страшно было ехать? Все-таки Гурис, он тоже был под ударом. И все происходило, можно сказать, у порога к Гурису. У нас были слышны, кстати, артерийские вот эти вот взрывы. Да, вот тебе, молодой девушке, не страшно было туда ехать? Ну, мое желание было сильнее страха. Я как-то не думала о плохом, о том, что что-то может случиться. Я в любой все равно ситуации остаюсь спокойной, здравомыслящей, то есть, ну, вот. Ну, вот когда ты услышала первый раз вот этот вот свист, о чем подумала? То есть не было вот такого, не сработал инстинкт самосохранения? Да ну его, поехала я снова в Санкт-Петербург и все. Нет, я подумала, куда мы будем прятаться, если что. Но я не подумала, что нужно куда-то уезжать. Да куда уезжать? Я не хочу уезжать. Я приехала, я хочу помочь. Я мечтала, чтобы все получилось очень хорошо. Один доктор даже сказал, вот, Виктория переводится как победа. Дай бог, с твоей ноги все это закончится. Закончится. Но не так. Да, к сожалению, ну, все возвращается на круги своя, поэтому, я думаю, победа будет. Виктория будет с нами. И за нами. Скажи, Вика, а после войны ты больше не бывала в Ереване? Нет, я еще не успела, к сожалению, поехать. Это впервые, что я два года не была в Армении. Такого не было. Каждый год ездила. А у тебя там есть кто-нибудь, кто бы тебя встречал? У меня есть подруга, моя одногруппница, и я ездила очень часто к ее маме. Они живут в Армавире, Октембирян. Деревня, очень я обожаю деревню. Тишина, природа, вот эти вот петухи по утрам поют. Это вот у меня сердце просто. Там всех соседей знаю, все знают. Это во всех деревнях петухи поют. Ну да, но это такое душевное... Петухи – это сердца любых деревень. Да. И я очень любила всех, кого знала там. Ну и сейчас. И очень скучаю на самом деле. Так, а чего сейчас тормозить? Почему бы тебе не съездить снова? Сейчас все очень дорого. Ну ничего, я думаю, все образуется. И потом я тебе скажу, с нашими друзьями, с моими зрителями, дорого ничего не бывает. Они не дадут соврать. Так что, если только будет желание, дай знать, и ты окажешься в Ереване без проблем. Скажи, Виктория, а доводилось ли тебе разговаривать с какими-нибудь ранеными? Может быть, они что-нибудь тебе рассказывали, ну, из тех, кто уже в себя пришел? Или ты старалась их не тревожить, не говорить о войне вовсе? А, был вообще-то же один мужчина, которому вот ампутировали ногу. Ну, с ним все там разговаривали, стояли. Он рассказывал, да, рассказал, как... Не хочу врать, но вот по своей памяти, насколько я помню, что он говорил. У него спрашивали, как произошло вообще ранение, да, вот это с ногой. Он забыл рацию. Ему пришлось выйти, получается, из укрытия, чтобы то ли взять рацию, то ли что-то. В общем, он вышел куда-то, во благо своих, с кем он служит. И вот в этот момент в него попал снаряд. Еще были, которые были без сознания, ну, у них вещи были с собой, кресты, вот эти осколки от этих вот... Чем какой-то... Что там скидывают, мины, я не знаю. Вот от этого оружия были осколки металлические. Ужасные, тяжелые. Страшно представить все на самом деле. Ну, я что хочу сказать еще. Он пришел в себя, пришел в сознание, он увидел, что у него им потеряли ногу, все. Ни капли духа не потерял человек, ни капли. Вот ты на него смотришь, и он говорит, я на одной ноге туда пойду, и я выиграю, типа, да. И настолько приятно смотреть на это все. Когда он узнал, что я русский, он начал мне стихи читать на русском. Человек после наркоза, вот-вот он проснулся, и он начинает абсолютно адекватное какое-то общение вести. Это я поражена была, если честно. Человеку ногу отрезало. А он дальше планирует восстановиться и идти защищать свою родину. Вот это люди. Да, Виктория, ты знаешь, я часто задумывался над этим. Тем и сильна армянская нация. Я всегда думал о том, что один из древнейших народов мира. Если посмотреть всякие энциклопедии, справочники, карты исторические. Армения, она бах, на манеже истории, потом бах, на какое-то время исчезает, потом снова бах, снова она появляется. И все время она исчезает, появляется, исчезает, появляется на том месте, где она есть. Соответственно, армяне, получается, что много на себе испытали всяких разных соседей, варваров и прочих. Но, тем не менее, они продолжали жить, каким-то образом умудрялись выживать. И когда мы видим вот таких вот раненых, как вот этот мужчина и как тысячи других солдат раненых, которые благодарили судьбу только уже за то, что они остались живы, неважно, с ногой, без ноги, с рукой, без руки. И все равно они хотели дальше двигаться в бой, воевать, взять хотя бы тех же уже достаточно взрослых мужиков, которые ветераны с 90-х годов Карабахской войны, которые тоже в это время не стали сидеть дома и тоже поехали воевать. То есть, я считаю, что именно это качество выживания и сохранило армян за все вот эти вот тысячелетия, почему эта нация не погибла. А таких наций сейчас очень много, мало вернее. Там вот ассирийцы, греки, ну, по пальцам можно пересчитать. Особенно в этом сложном регионе, где находится Армения, Малая Азия, Ближний Восток и так далее. И вот благодаря вот таким людям армяне живут и продолжают жить. Виктория, я вот что хочу сказать. Ну, помимо таких людей, естественно, как и у всех народов мира, армяне тоже, скажем, не обделены ими, есть свои чудовища. Эти чудовища знакомы мне, я с ними познакомился много раньше, чем ты с ними столкнулась. Я с ними познакомился еще 9 лет назад, когда я только начинал антитопор. Писали обо мне всякие гадости, рассказывали всякие небылицы, какие-то истории. Или брали, допустим, за основу какую-нибудь быль из моей жизни. А потом раздували из этой 5-процентной были 95-процентную небылицу. И все это как бы распространялось. И я как бы уже к этому привык. Но я-то ладно. Я это все проглотил. Во-первых, потому что я мужчина. Во-вторых, потому что я армянин. Как бы скажем, знаю иногда своих идиотов. Но ты девушка. Девушка, которая, в принципе-то, к армянской национальности не имеющая особо-то никакого отношения, кроме как к любви к Армении, кроме как, когда Армении было сложно. И ты оказалась в первых рядах в это время. В отличие от многих других армянок, я тебе скажу, тех же медицинских работников. Ты русская, и ты приехала туда в тяжелые для Армении дни, чтобы помогать армянским раненым. И сейчас на тебя нападки. Я вот недавно узнал, есть такой телеграм-канал, если я не ошибаюсь, называется Хай Таран. Они тебя выставили там не в лучшем свете. И много гадостей, я тебе тоже понаписали, как в свое время обо мне. И вот этот мусор, к сожалению, был и есть в армянском народе. Среди армянского народа. И мне бы всегда очень хотелось от них как можно быстрее избавиться. Потому что этот мусор ведет этот народ постоянно в пропасть. Когда я говорил о том, что Армения то появлялась, то исчезала, то появлялась, то исчезала. Она же исчезала не потому, что кто-то на Армению напал. Нет, абсолютно. Она исчезала потому, что были среди армян такие предатели, что и враги не нужны. Я могу просто, вот если бы у нас было время и тема, я просто бы рассказал бы, в какую эпоху и почему Армения исчезала. Были предатели вот как раз таки среди армянского народа и многих поименно мы знаем. Я лично знаю, потому что я много читаю и смотрю. То же самое происходит и сейчас, в данный момент, в послевоенный период. И эти предатели, извините, они готовы сделать все, чтобы просто уничтожить Армению. Я не знаю, может быть из-за скудности своего мышления, из-за глупости. Может быть они это намеренно делают. Абсолютно не знаю, не могу сказать. Но таковые, к сожалению, есть. Со мной понятно, что с тобой не так. Почему они на тебя наехали? Потому что они подумали, что я армянка. А это не так. А что ты такого сделал, что вот нужно было наехать, даже если бы ты была армянкой? Ну, для националистов, по-моему, надо мало что-либо сделать, чтобы наехать на человека. У меня есть тикток-канал, как бы, я там снимаю всякие смешные видосики. Ну, как и все, как вот делает молодежь, да, бывает, навеселились, что-то снимали. Ничего позорного я не снимала. Я не голая, я не выставляю себя в каком-то там обнаженном виде. Боже упаси, у меня есть совесть, у меня есть честь и достоинство. И когда я увидела такое, я думаю, за что, почему? У меня там стоял армянский флаг. Но также у меня, что в Инстаграме, что там, по-моему, было написано на армянском, что я русская, но у меня душа армянская. То есть, если человек умеет читать на армянском, он поймет, что я русская. Видимо, люди необразованные, я не знаю, начали говорить, что вот, позор нации, что-то это. У меня было видео с каким-то чеченцем. Просто он, вот этот известный человек, который во всех этих самых Инстаграмах и прочем появлялся. И я просто сидела, смотрела на него. Все, ты иди ищи себе мужа чеченца. Да я найду, не переживайте. Нет в этом никакой проблемы. Ну и ничего плохого я не сделала. Это была шутка. Боже мой. Это была шутка, сидеть и смотреть на чеченца, да? Да. И потом я пишу этим ребятам, администраторам, я говорю, так и так, я русская, вы ошиблись, вы что вообще пишете? Там было что-то написано про отца, который у меня умер. Ничего страшного, я не обижаюсь, хорошо? Но мозги хотя бы немножечко нужно включать. Когда я вам объяснила, кто я, что я. Что сделали они? Они меня обложили трехэтажным матом. Им было абсолютно плевать, что я говорю. Им было плевать, что пишут люди в комментариях за меня, за то, что знают меня, за то, что я нормальный человек. Им это все неинтересно. У них есть цель. Они ее добивают. Ты знаешь, Вика, недавно, я вообще против физического насилия, я не люблю эти вещи. Я стараюсь, у меня есть кредо, что умный человек, он должен решить проблему своими мозгами. Но порой перед нами стоят люди далеко не умные, и они не понимают слов, и нужно давать по шее. Вот в этом случае, конечно, я не то, что поддерживаю, но уже как бы соглашаюсь, что да, нужно давать по шее. И вот недавно дали одному по шее армянину в Армении, который говорил о том, что вот пусть там захлебнитесь этими байрактарами. Это он арцахским армянам говорил, будучи сам армянин. Ну, его нашли, ему дали по шее. Там есть еще один блогер, который нуждается в хорошем. Вот, не буду называть имя, но я думаю, до него очередь тоже дойдет. И мне бы очень хотелось, чтобы дали по шее вот этим ребятам. Во всяком случае, если они не извинятся перед тобой. Я думаю, они этот эфир обязательно увидят. И мне бы очень хотелось бы, чтобы эти ребята извинились перед тобой. Не надо это делать на видео, там записывать. Но я эти дешевые штуки не люблю. Я думаю, они найдут твою страницу, они тебе напишут и извинятся. А если вы, ребята, не извинитесь перед этой девушкой, свяжитесь, пожалуйста, со мной. Я уверен, что вы извинитесь передо мной точно. Потому что, как говорил Артем Азарянц вначале, обвинив меня в трусости, я заодно и докажу Артему Азарянцу, что трус это он, а не я, который сидит здесь 9 лет, показывая вот эту свою рожу, ходит по городам и весям, пешком, ни о кого не скрываясь. А какие вот вы, смелые ребята, наехавшие на Викторию Маркевич, покажитесь мне. Это если вы не захотите извиниться перед Викторией. Вика, спасибо большое за сегодняшнюю нашу встречу. Мне просто очень хотелось, чтобы вас увидело как можно больше моих зрителей. В прошлый раз я познакомил их с эстонцем по прозвищу Викинг, а в этот раз я вот познакомил зрителей с Викторией Маркевич, медицинским работником. Таких людей, как вы, которых в принципе-то с армянами ничего не связывает, но при этом в горе и радости вы вместе с моим народом. Спасибо большое еще раз, Виктория, за меня, за всех здравомыслящих людей и за тех ребят, с кем вы были днями и ночами в те самые тяжелые для всех армян дни. Можно я еще напоследок кое-что скажу? Вот мне было сказано, что бы я убрала армянский флаг отовсюду. Так вот, я его убирать не собираюсь. Более того, у меня есть кепка с флагом Арцаха, где написано на армянском, что Арцах – это Армения. И я хожу в этой кепке по городу, боясь получить каких-то от азербайджанцев всяких ударов. Но мне плевать. Я вот выстаивала, нет, я пыталась объяснить людям, доношу русским друзьям, что Армения – это такое, почему конфликт. И я всегда за Армению топила, топлю и буду топить. Мне не важно, что мне кто-то говорит, какой-то националист. Так и есть, Вика. Выживают сильнейшие, выживают как раз-таки не трусливые, не те люди, которые прячут свои задницы где-то в доме и занимаются вот этими вот глупыми писюльками, обвиняя тех, кто что-то делает. Людей, которые занимаются общественной работой, людей, которые вносят свою лепту в общеармянское дело, неважно, армянин он, не армянин он. Вот как раз-таки вот эти люди, которые палец о палец не ударили, они, ну, опять же, я говорю, это скудаумие. Что им еще делать? Бог им дал не мозги, Бог им дал пальцы. И вот этими пальчиками они стучат по клавиатуре. Это все, что они могут, к сожалению. Спасибо еще раз, Виктория. Было очень приятно. Да, было очень приятно увидеться с тобой снова. Ну и будем вообще на связи все время. Да, может быть, дай Бог, мы снова посидим в Ереване. Обязательно, буду рад. Я, кстати, там уже больше знаю вкусных мест. Тогда, когда мы виделись, я еще мало знал. Сейчас я знаю больше вкусных мест в Ереване, особенно, где готовят вкусную хашламу. Вот, да, мы вот там обязательно посидим. Главное, чтобы только совпали наши приезды. Да, дай Бог. Все, пока всем, до свидания. До новых встреч в эфире. Очень скоро, непременно. До свидания.